ассалам алейкум всем всех приветствую сегодня друзья для вас очередная поездка так что не отключайтесь мы поедем сегодня в том направлении и впереди нас ждет очень много интересных высот интересных горных дорог и многое другое что погнали едем друзья едем в горы пьем местную воду рычал я здесь неправильно написано су нету яд 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 это вода на русском языке поделюсь с вами интересной историей про эту воду которую я слышал не знаю насколько она достоверна или нет вот когда начали производить развивать воду сначала было название рычал яд так как я это слово такое неприятное многие понимали неправильно поэтому как-то переименовали назвали ее рычалцу то есть другого лада су тоже на каком-то языке означает вода прямой перевод или на лезгинском языке яд это не яд который бывает у змеи еще у кого-то яд это вода на лезгинском языке поэтому чтобы из-за того что люди не понимали говорят его переименовали в рычалцу вот такая интересная история друзья мы только что теперь нам предстоит пройти речку река кураг называется сейчас надо будет найти подходящее место и проехать на ту сторону вот такая река друзья тут еще не особо много воды но после дождей вода сразу видно что вода грязная мутная и нам нужно проехать вот этот участок что ж будем пробовать попробуем проехать буду записывать видео из машины итак друзья проезжаем мы проехали этот участок нам предстоит подниматься в горы подъемы конечно счете мы вам покажем сегодня просто удивительное село который находится в курагском районе село почвы куда мы сейчас и отправляемся облепиха здесь растет очень много проезжаем друзья сквозь облепиховую рощу пока что добираемся к подножию горы дальше там пойдут дальше пойдут подъемы погода отличная сегодня с погодой повезло два-три дня дожди были с нетерпением ждали погоду вот как раз сегодня выбрались так все теперь куда наверно направо нам надо по этой дороге надо вот какие виды здесь открывается друзья из машины прям едем по обрывку вот ну вот 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 друзья пока что куда поднялись на такой уровень высоты машины идут по трассе по трассе забираемся на высоту корову пасутся здесь в общем вот такая пока картина но мы едем намного еще выше так что не отключайтесь продолжайте маршрут с нами сейчас сделаем небольшой перерыв и тронемся дальше все а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал! 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 здесь халу кто-то остался жить прям хозяйство зимой не остается только на лет на летний сезон но здесь никого не было свет свет есть да тут вот сколько здесь собак красивых собак даже щенки он мечеть сила пушку старая древняя мечеть сейчас вот открыли дверь вот что осталось и хан и шеферар покрывать на мог айман складки рейтингоман будет а вот трех этаж и мечеть я и миха мы и кем из кем из кем на и Трёхэтажная мечеть здесь была когда-то. Первый этаж был, вот что осталось от него, оттуда был вход. Она привозила со стороны Азербайджана, овцы туда на зимовку выходили и давали им вот такие размеры, они привязали на овцы и привезли. А вот покрыто было вот сверху, вот таким расстоянием, полный как будто потолок. Плетеный, да? Да, как плетен один к одному. Эта мечеть была крыша такой? Конечно, полная крыша вот такая. Это оттуда остатки? Это от стен, от лестницы. Узоры, перилы остались. Да, всё ручные работали. Лестницы. Все ручные работали. Да как и вот такие брёвна таскали, на чём, сейчас техника, всё, как их подняли. Раньше халу всё вручную делали. Да. Раньше люди были здоровые, сейчас не пекать вот химией. Вот этот построили вот нижнюю мечеть. Вот с аркой которой? Да, вот с аркой, где корову, внизу. А, это тоже мечеть, да? Да, да, да. Это нижняя, Могал, мечеть потом сделали. А, это новая часть села, да? Это Могал, тот Могал. В общем, три мечети были в селе. В селе, почему три мечети были? Ну, первую, правда, вон, когда здесь крепость была наверху была. Раньше здесь крепость. Крепость была, да? Да, вот здесь, когда я знал, все дома, они построены друг к одному, как стена. Как крепостная. Вот в мечети, вот снизу, там ворота, и с той стороны, где ваш... А туда можно было выйти, да? Все закрывается, и все. Туда никто не заходит. Вносит твоя охрана. Так, пойдем-ка отсюда, посмотрим, что здесь, какие виды. О, здесь гуси. На первом этаже проживают. О, быстренько переместились на ту сторону. Ну, там... Собаки ужинают. Кормят собак, вот, свежим мясом. Это тебе. Это тебе, каждому свой кусок. Все по-честному. Потому что собаки целый день охраняют. Вот сколько. Вон там, белая тоже собака. Залезла в стадо. И занимает свои позиции. Контролирует обстановку. О, 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 не поделили, не поделили. Не поделили. Не поделили. О, там еще один. Пес. Кто на москве. Вот эта дверь, самая главная, смотри. Это ручная работа. Там ни один, вот эти гвозди, все это кузнец делал. Только ручная работа. Ручная работа, дверь. Э, сколько лет этой двери. Даже гвозди кузнец делал. Сколько они, две обручки. Ага. На. Вот она, как раз мечеть с другой стороны. Обошел. Да, действительно, высокая мечеть. С той стороны сверху, когда заходишь, кажется, что один этаж. А вот отсюда смотришь. Вот она, высокая. Несколько вот внизу был этаж. Это, получается, второй этаж и сам большой зал верхний. Третий этаж. Так, ну, посмотрим отсюда, какие виды. О, Нива едет снизу. Вот, если пройти сюда, окажемся на чьей-то крыше. О. О, Кау. Да уж, интересное село. Очень. эта прогулка оказалась даже для меня удивительной и интересной потому что столько на самом деле удивительных здесь фактов только всего куда не посмотришь везде удивление везде красота старина сейчас друзья запустим вот эту штучку и посмотрим вот оттуда с высоты запускаем дрон чтобы оттуда посмотреть вот эту красоту а а а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует...